Во время вебинара мы будем показывать вам буквы, из которых нужно будет составить слово. И первые пять человек, которые правильно откатают слово, получат один комплект на выбор. В приглашении на вебинаре вы увидели состав комплектов. Все эти комплекты мы будем сегодня представлять во время нашего вебинара. Итак, начинаем. Немножко вначале повторимся. Что такое образовательная среда? Это то самое системно образованное пространство, в котором субъекты процесса образовательного взаимодействуют. Ну и очень хорошо, если в этом пространстве раскрываются индивидуальные черты наших с вами учеников. Ну мы с вами говорили, что просто образовательная среда, ну это в общем-то не совсем, скажем так, подходящая вещь, потому что нам нужна среда информационно-образовательная. То есть нам нужны с вами какие-то инструментальные средства, ресурсы, потому что иначе образовывать будем только мы с вами и в общем-то ничего больше детям, кроме самого себя, предложить не сможем. Поэтому информационно-образовательная среда информационно-образовательная среда или как ее называют ИОС, система инструментальных средств и ресурсов, которые обеспечивают условия для реализации образовательной деятельности. Если среда ИОС правильно организована, то есть если мы ИКТ используем дозированно и в нужное время и правильно, то естественно на этом уровне удается осуществить и дифференциацию обучения, поскольку информационно-образовательная среда позволяет все-таки регулировать скорость прохождения. То есть дети, которые немножечко медленнее работают, у них появляется возможность повторения. Естественно, мы уже с вами говорили, что поскольку компьютер и вообще все гаджеты становятся, скажем так, ближайшими друзьями ребенка, может быть, это и грустно отмечать, но тем не менее, ребенок, который привык получать информацию из гаджетов, ИКТ при использовании в образовательном процессе гораздо больше и мотивированно эту информацию усваивает. Естественно, ИКТ позволяет нам с вами обеспечить наглядность и дает возможность обучать современным способом самостоятельного получения знаний. Поэтому, естественно, планируемые результаты достигаются, скажем так, более эффективно. Этот слайд вы уже видели несколько раз на разных лагинарах, да, что входит в состав образовательных ресурсов, информационно-образовательной среды. Конечно, компоненты на бумажном носителе. Особенно это важно для детей младшего возраста, потому что детки должны писать, рисовать, то есть развивать киноэстетику. Поэтому учебник и рабочая тетрадь всегда входят в ИОС. Естественно, когда мы говорим, что мы используем ИКТ, то должны быть компоненты на электронных носителях. Это могут быть CD, могут быть DVD, могут быть электронные книги. И, конечно, необходима обязательно интернет-поддержка среды, то бишь методическая поддержка учителя. Вторая буква, которую я показываю, из этих букв нужно будет составить слово. И те люди, которые, первые пять человек, которые правильно отгадают это слово, получат из-за подарок. Но информационно-образовательная среда на раннем этапе обучения – это особая среда, где мы должны уделять внимание всем компонентам, а не только учебникам или взаимодействия учителя-ученика. Потому что на раннем этапе обучения основная задача и педагогов, и родителей – с самого начала пробудить у малышей интерес к новому языку, новому для них языку, естественно. А на раннем этапе обучения появляются особые принципы работы. Какие же это принципы работы с малышами? Мы понимаем прекрасно, что дети в этом возрасте еще не способны запоминать огромные объемы информации, поэтому нужно очень часто повторять и демонстрировать лексические единицы и языковые структуры. То есть если мы один раз скажем «I like, do you like?», вряд ли ребенок это сразу же запомнит. Это нужно будет повторить очень-очень много раз. Минимально восемь. Далее мы должны, естественно, поощрять толерантное отношение друг к другу и использовать все наборы материалов с детьми, какие у нас с вами присутствуют. Это могут быть и компоненты электронные, это могут быть и игрушки, и картинки, и так далее. Далее мы должны, конечно, принимать во внимание специальные методы работы с детьми, тренировать произносительные навыки, тренировать навыки понимания на слух и использовать не только визуальные, но и сенсорные все средства восприятия. Поэтому для детей дошкольного возраста мы с вами немножко разделим, поначалу поговорим о дошкольниках, а потом перейдем к младшим школьникам. Итак, для детей дошкольного возраста не просто необходимо, ну другого способа просто не существует. Обучать иностранному языку не прямым методом, а посредством песенок, игр, считалок. Далее, учитель, конечно, должен использовать и язык тела, то есть жесты, мимика, какие-то подсказки, использовать картинки, игрушки в своей работе. Поэтому игра, конечно, является лучшим способом обучения детей на раннем этапе. Ну, а частые повторы, они ведут к закреплению материала. Мы уже с вами говорили о том, что среда комфортная образовательная, образовательного учреждения делится как бы на три таких компонента. Первый – физическое окружение, это помещение, ТСО, место для отдыха. И если на более старших этапах обучения, в общем-то, это важно, но вот не настолько, чтобы эту среду делить на какие-то еще площадки, то для детей младшего школьного возраста, а особенно для детей дошкольного возраста, физическое окружение и помещение – это особая среда. Конечно, очень важный человеческий фактор, то есть взаимоотношение учителя и ученика с такими детьми, маленькими дошкольниками, практически сидеть за столом и говорить «Сядьте, встаньте, подойди к доске» – бессмысленно, они просто сбегут от нас с вами. И, конечно, очень важна образовательная программа учреждения и методика преподавания, и учебник, который должен соответствовать этому возрасту. Так вот, когда мы говорим о помещении, об образовательном пространстве ребенка, в нем должно присутствовать три зоны активности, то есть как бы класс делится на три зоны. Зона игровая, зона познавательная и зона проектная. То есть в познавательной и проектной зоне дети работают уже с бумажными носителями, с учебниками, они что-то делают уже. И, конечно, учитель, ученик и учебник, мы с вами уже говорили, должны полностью соответствовать данному возрасту, программе и быть интересным для детей, быть ярким, запоминающимся и вызывать у детей позитивные реакции. Итак, когда мы, то есть мы с вами говорили о том, что мы вам представим некую линейку, которую попытаемся сформировать. Итак, к вам пришли дети. Ну, вот тут мы написали трех-четырех лет, но на самом деле вот этот одноуровневый курс, Let's Learn English, лучше, конечно, начинать в четыре с половиной-пять лет. Хотя, все зависит от детей. Да, и от вас. Иногда бывает, что они начинают учить английский в два года. Два года – это весьма, конечно, относительно изучение, но, тем не менее, пытаются что-то делать. И есть учителя, которые начинают с одного года. То есть, что входит в состав этого одноуровневого курса? Это PewPostbook, учебник для детей, и он будет с электронной книгой и стикерами. Вот он такой голубенький. Вот такой. Cut and Color Book. Можно купить только одну книгу и делать ксерокопии. Activity Book. Вот она у нас желтенькая. Книга для учителя. Набор флеш-карт. И классная CD и программа для интерактивной доски. Мы видим, да, вот здесь, что у нас предлагается в этом курсе. У нас восемь юнитов и один стартовый юнит и темы. Да, знакомство. My Classroom, Colors, Happy Birthday, My Body, My Pets, Fruit and Animals. То есть темы представлены тем, которые соответствуют данному возрасту. Когда дети растут постепенно, да, количество тем немножечко увеличивается, расширяется. Или даже тема, которая, например, в сфере, она просто расширяется и становится, например, в сфере. Книга для учителя. Очень интересная книга для учителя. Помимо пошаговых планов каждого урока с подробным описанием действий учителя, есть еще дополнительные копируемые материалы для реализации воспитательной цели урока, а также письма родителям для каждого модуля, в котором содержатся подсказки, как помочь детям лучше освоить материалы. Например, там есть такие подсказки, как какая лексика урока активна, что они должны выучить, и на какую, какая лексика будет пассивна, то есть они должны только реагировать, а в принципе не употреблять еще. Вот каждый модуль данного учебного курса, да, содержит определенные этапы урока. И в книге для учителя подробнейшим образом изложено для каждого урока цели, какие материалы используются для урока, язык лексических единиц, языковых структур, какие зоны, да, вот мы с вами говорили, игровая, проектная, познавательная. И каждый этап урока, да, подробнейшими рекомендациями для учителя. Посмотрите, какие у нас здесь этапы. Begin the lesson, SoCal Time, Play, Table Time, Activity Book, Ending the lesson. И каждый этап урока проводится в своей зоне. Понятно, что SoCal Time and Play в игровой зоне, а Table Time, работа с Activity Book у нас с вами проводится в проектной или познавательной зоне. Естественно, мы уже с вами говорили о том, что этот учебник снабжен программой для интерактивной доски, и мы с вами сейчас с ней познакомимся. Так, а мы не вышли как-то. Мне кажется, мы не вышли. А, не вышли. Так, потому что должны быть вернут. Извините, уважаемые коллеги, мы говорить-то говорим, а вы-то вряд ли видите. Ну, теперь я надеюсь, что все видят нас. Все модули, которые присутствуют здесь. В каждом модуле есть песенка своя, но можно их слушать отдельно потом. В каждом модуле есть три игры, мы потом посмотрим отдельно все. Флэш-карты вынесены и видео. Давайте возьмем какой-нибудь юнит, ну, например, седьмой. Угу. Можем послушать, можем посмотреть, как видео. Давайте включим видео. Мы с вами повторили. Do you like, I like многократно. И это было и в предыдущих модулях. И мы, ребята в это время, да, поместят фикеры, да, в правильные места. Фикеры есть, как для учебника. Draw and color the collect number of food to complete the sequences. Мы даже, да, и увидели, что здесь будут какие-то sequences, да, раз, два, три, четыре, пять, значит, здесь нужно будет нарисовать шесть. А груша должна быть одна. Но это учительский вариант, поэтому мы можем нажать на кнопочку, да, и увидеть правильный ответ. У ребят такой функции нет. Песенка, которую мы можем, да, посмотреть, как. Они еще не должны читать. Песенку до конца мы не дослушали. А если посчитать, сколько раз у нас произошло do you like и I like, это больше восьми будет. И посмотрите, в каждом, мы говорили, в каждом, видите, есть по три игры. Вот здесь игра такая, мы нажимаем. Мы должны выбрать, да, слово, которое вы слышали. Если... Ну, попробуй, я нажму неправильно. И тогда это вариант. И так далее. Флэш-карты, которые у нас будут есть, которые у нас есть в этом юнити, они у нас отдельно вынесены, или здесь. Вот мы попробуем просто одну. Аккул. И все слова также. Мы переходим на следующую страничку. Коллеги, обратите внимание, вот на кружочках, вот там, где listen and draw ticks, вот на эти картинки. В начале учебника вот эти symbols, они заранее как бы расписаны, что где ребенку это облегчает восприятие инструкции. Дело в том, что дети еще не умеют читать. Раз наушнички, надо слушать, раз маркер, надо подписать что-нибудь и так далее. Listen and draw ticks. И нам нужно, да, выбрать правильный ответ. Сейчас проверим, да, мы правильно сделали. Count the fruit on the table and circle the correct number of each fruit. Вот значок, circle, да, нужно обвести. Песенка, которую мы снова закрепляем. Песенка с нами на протяжении всего юнита. И вот здесь у нас будет вот такая игра. Нам нужно найти будут, да, на чем? Парные картинки. Если мы нашли правильно, они будут озвучены. Это хорошо разбивает память детей. Ну, давайте мы посмотрим, какие вообще есть игры. Давайте возьмем, например, районный третий. Возьмем три игры. Здесь нужно будет соотнести... Всеми любимый пазл. Да. Наверное... Ну... Сомневаюсь, что вот у меня получилось. Вторая игра. Выбираем количество игроков. Крутим барабан. Три. Крутим. Выбираем правильный цвет, да. И снова крутим барабан. Для второго игрока. Пай. Три. Ну, я попробую выбрать неправильно. Ну, например, третья игра. Третья игра. Третья игра. Нам нужно выбрать правильную. То есть, эти варианты игры мы уже видели. Песенки, видите, у нас на все юниты есть песенки. Мы можем их отдельно, они вынесены. Здесь у нас есть все видео, мы можем, да, если мы хотим. И здесь все флэш-карты. Например. Good night. И звоночек, колокольчик означает, что мы должны повторить. Ну, вот это был у нас Let's Learn English, программа для интерактивной доски, которую можно смотреть на компьютере также. Так, и возвращаемся к нашей презентации. Если мы говорим о том, на сколько часов рассчитан этот курс, то при двух часов в неделю, то есть как раз его хватает надо, то есть 70-72 часа в год. Как правило, с детьми заниматься больше не приходится. Итак, к вам пришли дети либо продолжающие, они освоили Let's Learn English, и они продолжают учиться у вас. Так, либо пришли уже сразу же дети 6-летнего возраста. Тогда у нас есть, мы хотим вам показать, еще один двухуровневый курс этого издательства, издательства Hamilton House, то есть для дошкольников 6-7 лет. Это учебник PinkPong, который содержит электронную книгу, как все курсы Hamilton House, естественно, рабочую тетрадь, естественно, подробнейшая книга для учителя с дополнительными материалами, сет аудио-CD материалов для работы в классе, два сета флеш-карт и программу для интерактивной доски для каждого уровня. Да, еще раз говорим, что необязательно иметь интерактивную доску, это можно делать с помощью компьютера, да, и проектора, и проектировать на доску или подключить к телевизору. Пожалуйста, компоненты, да, учебник, тетрадь, книга для учителя и набор флеш-карт. Ну, здесь просто не указаны, нету картинок для классаудио-CD и программы для интерактивной доски. Сейчас мы с вами познакомимся с этой программой для интерактивной доски PinkPong-1. Учебник PinkPong построен на звуковом методе изучения алфавита, то есть на фоните. Это второе название. В российской методологии это называется звуковой метод или CVC, да, консонант, вавил, консонант. Давайте, например, возьмем линит восьмой. Вот у нас такой контент, да, каждого модуля. Начинаем мы с введения лексики. Point and say, then count. No. Повторяем. Nose. Mouth. Mouth. Мouth. Чанг. Чанг как гвоздики прибивает лексику. Это флеш-карты, которые есть, да, в каждом. И так далее. Следующая страничка. Listen, point and say. I have one nose. I have one nose. I have two nose. That's not right. I have two eyes. I have two eyes. Do you have three? Yes. Say. И теперь мы отрабатываем этот навык в парах. И снова флеш-карты, если нужны. Следующая страничка. Добавляем лексики. И у нас будет датчанг. Arms and legs. Arms and feet. Fingers and toes. Fingers and toes. Arms and legs. Listen and stick. Нам нужно, да. В учебнике для детей есть стикеры. Мы это делаем так, а наши ученики приклеиваются к стикерам. Say, look. Let's wash our hands. Это как раз воспитательный момент, да, в разделе values. Снова флеш-карты. Следующий математика. Say and trace. Произносим, да, всем. Listen, point and say. Count your legs, come. One, two, two, three. Count your toes, come. One, two, three, four, five, six. И петенка. Ваймонтка. Флеш-карты. Следующая страничка. Это фоникс. Какой из двух дает буковка? Нет. И слово. Нейбл. Чанг. Следующая страничка. У нас будет в буковске S и T. Но мы уже не будем делать, да? Мы уже увидели, как это работает. Угу. И урок седьмой – это обобщение всего, что мы делали. Смотри. Урок седьмой. Лук. А робот. Смотри, да? Хелло. Хелло. Роб. А робот. Хелло, робот. Так. И. Вывижен. И у нас всегда есть игра. Например, да, выбираем количество игроков. Здесь мы уже, да, видели. Это тип игры мы с вами уже видели. Сыр. Мау. И так далее. Давайте мы с вами посмотрим, что у нас есть в постерах. Да? Здесь у нас есть алфавит. И мы его можем спеть. Я его сделаю не сначала, да? Так. У нас есть цифры, да? И мы можем что? Послушайте. Если мы нажмем на цифру, она будет пропитана. Сыр. Угу. Так. И у нас есть цвета, да? Сыр. Нажали. Вот таким образом. Video, songs, flashcards. Ну, в Games есть пять видов. Мы видели в Let's Learn, да? Они очень похожи. Типаж мы имеем в виду. Итак, мы с вами познакомились с учебником ThinkFund первого уровня. Посмотрите, круг тем для изучения детей уже расширился. Добавилась одежда. Colors and shapes. Family and friends. Clothes. Face and booty. Новая тема. It's food. Не только фрукты. Да. And at the park. То есть количество тем увеличилось. С этой достоинства мы с вами уже познакомились. Учебник ThinkFund 2 можно продолжать изучать уже в первом классе. Не только при условии, что пройдем первый. То есть если к вам пришли первоклассники, то мы уже этот учебник взять не можем. Начинать со второго уровня, а первый никогда. Проходите, мы придем к следующему учебнику. В первом мы познакомились со всеми буквами алфавитами. Такой звук каждая буква алфавита дает. А вот в ThinkFund 2 мы начинаем учить детей читать и складывать. У нас еще добавились темы на ThinkFund 2. Надеюсь, вы видите, уже появился джобзо профессии. Здесь мы будем осваивать. Майвит – это значит уже расписание недели какое-то пошло. Майхоум, майдзей, холодильник. То есть спектр тем расширился. И сейчас мы с вами посмотрим, как построена программа для интерактивной доски и как построена электронная книга, в которой не будет только рабочие тетради, для ThinkFund 2. Извините, коллеги, сейчас нам придется выйти на ThinkFund 2. Второй. На самом деле, это наш компьютер. Так, настроен. На самом деле, файл не может содержать никакой гадости. Видите, коллеги? ThinkFund 2. Ну, давайте выберем какой-нибудь умер. Например, четвертый. Как раз вот профессии, темы которой не было. Teacher. Повторяем и так далее. Все остальные профессии. Пама. Пама. И теперь у нас будет listen, point and say. Нужно будет повторить и показать. Это еще раз наша флэш-карта. Пама. Следующая страничка. Да, у нас будет грамматическая структура. Да. Да, грамматическая, языковая структура, наверное, все-таки. Вот здесь чем. Вот здесь чем. И за паузы даются для того, чтобы не один ребенок повторить, а несколько, да, сколько там в группе присутствует. Конечно, все 15 человек вряд ли повторят, но для маленьких детей такие большие группы рекомендуется создавать. И затем мы тренируем вот в парах эти вопросы и ответы. Listen, say a number. Здесь добавляется лексика. Number one. This is my dad. This is my dad. Как минимум, 5 человек. Да, ладно. Мы строим диалог, да. This is my dad. What's his job? It's a shopkeeper. И нам нужно выбрать, да. It's a shopkeeper. То есть одновременно у нас с вами элементы аудирования и построения диалога. И песенка, да. И песенка, да. It looks like now you can cross. То есть это Это Считательный момент урока. То, что пригодится нам в жизни. Ну, флеш-карты, как всегда. Следующий у нас будет математический урок. Пропускаем уже, да, какой он может быть. И здесь у нас будет вот С. А. Н. Работает звуковой алфавит. С. А. Сан. Н. Сан. Консонент. Да, вауэл. Консонент. Си. А. Силиси. И следующим у нас будет чанк. И прописываем, да, слова, какие у нас были. У нас здесь есть, да, вот, гласные звуки. Ну, сделаем, да, следующее повторение. Все, что было у нас в языке. Диалог. 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 Слава, читаю. А. Че. 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 Здесь цифры. Ванганзе. Майти. И так далее. Можем, да, сыграть в эту игру. Видео есть в каждом юните, но если мы хотим их отдельно посмотреть, они вынесены у нас, флеш-карты, да, отдельно, тесенки отдельно, и игры, да, мы их, в принципе, уже видели. Такой вид. Watch TV. Эти мы тоже уже видели. Так, ну, в общем-то, все, что мы хотели показать, да. Пинг-конг-керва. На самом деле, далеко не все. Итак, когда мы говорим о расчесовке учебниками пинг-конг, то это примерно 70-72 часа в год при двух уроках в неделю. В принципе, если у вас больше часов, конечно, это можно пройти за год. Оба учебника вполне реально. Но это два учебника. Это просто, скажем так, накладывает некие проблемы на карман родителей. Не все они соглашаются для этого. И 3-4 часа в год, в год, в неделю, не все родители могут этих детей приводить к вам. Самое главное, что дети еще настолько маленькие, что самостоятельно они пока к нам прибегать не могут. Итак, мы покончили, что называется, с дошкольным возрастом. Дети вышли из этого возраста, пришли в школу. Какие же возрастные особенности у младшего школьного возраста? Ну, во-первых, они еще не выросли. На самом деле они легко отвлекаются, они не способны длительно сосредоточиться все еще. Они очень возбудимы и эмоциональны, потому что они пришли в школу, и на них уже упала некая нагрузка, некий коллектив. Когда он уже не индивидуальное, солнышко любимое, а когда их уже несколько, и нужно учитывать интересы других. Естественно, отмечается неравномерность психофизиологического развития у разных детей. С кем-то какие-то дети посещали детские сады и куча всевозможных курсов, занятий дополнительных. Какие-то дети воспитывались бабушкой, может, у нас с ними занималась даже английским, но эти дети все равно отличаются по своим коммуникативным таким особенностям. Далее. Темпы развития у мальчиков и девочек, они разные. И девочки в этом возрасте по-прежнему опережают мальчиков. И по существу, когда детки приходят в первый класс, то за одной партой сидят дети разного возраста. Я не имею в виду, одни пришли в 6 лет, другие уже по окончании 7-летнего возраста, к 8 годам. Самое главное, что мальчики всегда на год-полтора младше девочек. Выравняются они только к старшей школе. И у этого возраста, младшего школьного, именно вот эти возрастные особенности связаны с переходом к систематическому обучению. Потому что уже систематическое обучение, когда у них уже 4-5 уроков, ну, для начала может быть 3 в первом классе, но 4 есть уже потом всегда, предъявляются высокие требования к их работоспособности. Это же нужно отсидеть урок в 45 минут, да? А у младших школьников эта работоспособность еще очень неустойчива. И сопротивляемость к утомлению низкая. И хотя на протяжении младшего школьного возраста, это первый-четвертый класс, параметры, в общем-то, повышаются, и продуктивность, и качество работы школьников улучшается. Но, тем не менее, это в половину меньше, чем соответствующие показатели у старшеклассников. То есть на протяжении школьного возраста происходит младшего. Изменения в физическом развитии ребенка, да? Накладывает свое, скажем так, влияние оказывает все. И учители, и друзья, и родители, и общее состояние в классе, в школе. Естественно, качественно преобразуется и познавательная сфера, потому что дети узнают очень много нового. В этом возрасте формируется личность ребенка. И складывается очень сложная для них, особенно для малышей, система взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми. Поэтому младший школьный возраст сенситивен, чувствителен для чего? Для формирования мотивов учения, для развития устойчивых познавательных потребностей, для развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, для умения учиться, для раскрытия индивидуальных способностей школьников, в это время у них развиваются навыки самоконтроля, самоорганизации. И вы знаете прекрасно, одни дети прекрасно могут все уроки сделать самостоятельно, и родители только изредка проверят. Но другими детьми приходится сидеть и сидеть и сидеть, потому что у него вопросы возникают постоянно. И как только контроль ослаб, ребенок уже отвлекся на что-то. То есть это все развивается в младшем школьном возрасте. Далее, осуществляется становление адекватной самооценки и развитие критического отношения по отношению к себе и к окружающим. В этом возрасте как раз и усваиваются социальные нормы, нравственные нормы. Ну и естественно, развитие школьников происходит со сверстниками, установление каких-то прочных дружеских контактов. Пока они дошкольники, еще таких особо есть дружеские контакты, но на уровне, скорее бы сказала, родителей. То есть младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому нам ни в коем случае нельзя перегрузить детей в этом возрасте. Потому что если ребенок вот эту радость познания не почувствует, себе уверенность не приобретет, и вот эта мотивация не сформируется, то ничего хорошего из этого не получится. И в более старшем возрасте, то есть уже после начальной школы, потребует все это неизмеримо более высоких затрат, и физических, и душевных, и для ребенка, и для родителей. И отсюда выходят и задачи учителя. То есть опираясь на психологические и физиологические возрастные особенности, мы обязаны, просто обязаны вызвать интерес к своему предмету. Естественно, в своей работе для этого нужно активно использовать и рифмовки, и песни, и загадки, и стихи, и игрушки. Создать комфортную образовательную среду. А что такое комфортная образовательная среда для детей? Мы с вами уже говорили. Детей должен окружать привычный им мир. То есть в классе, конечно, хорошо, если есть и игрушки, это и набор животных, и мебели. То есть когда мы проходим тему одежда, вполне допустимо принести одежду для кукол, посмотреть, и даже в какой-то степени использовать какую-то малышескую одежду. Использование реалии, да, это очень хороший момент. То есть, а электронные книги, которые присутствуют в комплектах Hamilton House, они позволяют активно повторить дома все, что проходилось на уроке. Но об этом нужно просить родителей обязательно, потому что родители зачастую детей к компьютеру не особо активно подпускают. Поэтому им имеет смысл объяснить, насколько это важно и полезно для ребенка. Мы с вами говорили про то, что дети приходят в школу подготовленными или неподготовленными. И если, например, детки пришли из первом классе, они никогда еще не учили английский эффекта этого, то пинг-понг брать уже поздно, потому что второй мы не можем взять, нужно было брать первых шесть лет. Поэтому есть вот такой замечательный одноуровневый курс, который называется Semi and Kite, и он подготовительный для того, чтобы дети во втором классе уже начали изучать или у вас на курсах, или в школе, в программе то, что они должны делать. Первые десять уроков в этом курсе – это вводный курс, да, подготовительный, speaking and listening, вводится лексико-языковые структуры, начиная с урока одиннадцатого у нас будет уже… Ой, извините, коллеги, поспешили, поделиться с вами, забыли. Демонстрация. Давайте мы посмотрим, например, урок четвертый. У нас вводится лексика, это калос. Мы можем посмотреть мультик, да, или послушать… Look, Kite, a dog! Мультика-мальтик. Oh, yes! A black and white dog! Listen again and say. Listen and circle, правильный, да? Look, a white cat. This is not… This is not… Oh, yes! A white cat. Он уже выбран. Look, a black dog. Oh, yes! A black dog. Look and stick then say. You're just not using or… И есть, есть, стикеры. Listen and sing, песенка. This is not a black I'm a black and white dog, Начиная с одиннадцатого урока у нас будет уже алфавит, буковки. А, С, С, А, С, С. Мы прописываем буковки, да, здесь, и find and color нужно найти, да, и разукрасить, и listen and chant, и снова, да, chant на эти буковки. И в следующем уже юните мы видим, что слова будут представлены, будет не только. Слово, мы не только услышим его, но увидим, как оно пишется. И здесь будем уже смотреть мультфильм, да, и учиться читать, ну, здесь будем учиться читать по целому слову. То есть сопоставляем, да, визуальное, то есть графическое изображение слова и как оно произносится. И дети пытаются запомнить. Этот метод, в принципе, неплохо работает, но звуковой, наверное, метод все-таки чуть проще. Так, и вот теперь наши дети добрались до второго класса, до второго класса, когда по нашему стандарту российскому мы практически должны, уже обязаны изучать английский язык. Фантесфильм – это двухуровневый курс для младших школьников. Как раз желательно его, если дети, скажем так, у вас на курсах, если у вас курсы именно, то тогда можно и в первом классе, но предварительно они должны научиться читать. То есть фантесфильм предполагает уже умение читать, знание букв и так далее, потому что в этом учебном курсе уже будут представлены грамматические структуры, не только языковые типа «I like», «do you like», а грамматические структуры, и они будут, соответственно, названы. Двухуровневый курс по своему грамматическому и лексическому наполнению перекрывает практически программу нашей начальной школы 2-4 класс. И поскольку он очень насыщенный, и если еще к нему взять, скажем так, грамматику Little Genius, которая разработана специально для этого курса, хотя она может использовать и самостоятельно. Да, то тогда, в общем-то, можно и полтора года потратить на этот курс, но здесь, я бы сказала, более чем насыщенная программа для интерактивной доски и электронная книга, сейчас мамам ее представим, и, в общем-то, при расчесовке даже 2 часа в неделю, наверное, и потребуется побольше, чем год. А если у вас 3, тогда вы можете пройти его за год. В принципе, зависит от того, какие у вас дети. Можно, в принципе, и за год. Включить конструкцию, поделитесь. Посмотрите, есть уже богачая электронная книга, и мы можем посмотреть, что у нас есть просто. У нас есть вот такие словарики, да, на цифры, цвета и days of the week, они все интерактивные. Виктор Дикшиновый есть еще лифлетом в комплекте учебника, то есть дети могут не только интерактивно этим заниматься, но еще придачу и делать такие, склеивать наклеечки со словами, которые представлены в конце учебника, вот в этот лифлет. Если ребята пришли не очень хорошо, да, умеют еще читать, то, в принципе, тут есть... Ну, они пришли к вам во втором классе, ничего не умеют. Нам требуется экспресс-курс для изучения алфавита. У нас есть такая статус-бук и флеш-карты, которые нам в этом помогут. В каждом юнице у нас, в каждом уроке у нас есть игра, и мы можем смотреть... Есть разные игры, да, есть мы должны найти, ну, например... Давай у нас... Отключили. А, музыку можно отключать. Детям она нравится, учителям она не очень нравится. Что так? Тут у нас... Да. Сережа у нас, а, нет, вот она. Угу, тут это тут оголитло. Ну... Нам придется его еще раз... Придется перезагрузить, да. Просто у нас долго виселись в программе. Угу. Перезагрузили компьютер. Компьютеры работают. Так, здесь идет. Так. А, здесь. А, здесь рабочий столик, кто-то сам ли спествирует, и есть. Извините, коррекция, технические закладки. Ну, давайте попробуем с вами. Юнит восьмой. Are you sleeping? Тема у нас, да? Глаголы, которые... Лексика всегда сначала вводится. Затем мы можем... Грамматическая структура вот у нас дана. Present continuous interrogative. Мы можем посмотреть мультфильмы, можем послушать, а можем почитать, проверить каждый фрейм. Давайте посмотрим. Угу. Давайте посмотрим. Мультфильм. Угу. Угу. Давайте посмотрим. Угу. Затем у нас будет, да? Comprehension question. Перескочили. Угу. Угу. Да. Matt is drinking? Yes, he is. No, he isn't. Угу. 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 Затем ребята будут делать в учебниках, мы можем проверить, что они сделали. Угу. 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 Вот увидим эту грамматическую структуру. Commission speaking. pac. Управления на эту грамматическую структуру. Are you sleeping? И мы можем проверить потом, да? Ребята делают учебники. Экспрессион стилен Вот такая у нас здесь игра И у нас есть видео с реальными детьми на эту тему Поменялись ролями и теперь буду, да, отгадывать маэм, да, вес Игры мы с вами уже смотрели, постеры Вот здесь, да Вербзент акшенс, интерактивные Ну вот мы должны выбрать, да, правильные Ну я выбираю, например, неправильные сюда Это будет вот так, да У нас есть еще Family and Friends, Classroom Language, который мы можем делать в начале каждого урока И Prepositions Есть игры, они есть разные Попробуем Наверное, самая эффективная игра здесь является играть и по нашей виселице, да? Ну вот такая, да Потому что она очень хорошо мотивирует ребенка Как только буква выбрана неправильно, да, пиз начинает тонуть И поэтому для того, чтобы его спасти, дети даже иногда просто пролистывают учебник А чем больше пролистывают, тем лучше запоминают Да, здесь мы ищем статьи Или вот такая Мы читаем цвет, Green, должны выбрать правильный цвет Нажать тогда Если Yellow мы выбрали, например, неправильно, то у нас не запрашивается Обратите внимание Все программы для интерактивной доски имеют ее полный инструментарий Ирина Вадимовна, покажите, пожалуйста Вот мы можем включить реальное время Tiger И его запустить То есть мы можем делать все задания в реальном режиме времени Мы можем использовать интернет И у нас для этого есть вот такая иконка Мы можем распечатать что-то Мы можем взять карандашик, да, и нарисовать что-то, если нам хочется Резиночку стереть Далее мы можем закрыть часть экрана, да Мы можем закрыть почти весь экран, оставить только какую-то часть открытой То есть если даже у вас нет интерактивной доски То есть, естественно, сюда зашит весь поурочный словарь данного курса Ну, это есть в учебнике Интерактивной доски это не обязательно, конечно, использовать Но есть пьеса, которую можно разучить в конце года Но вот именно в «Fan with Fizz 1» есть еще дополнительная бонусная игра Зот бинго Которая позволяет осуществлять веселые диктанты Ну, например, у нас... Мы можем по словам, по картинкам и по звуку Крутим барабан То есть дети могут либо написать перевод, либо нарисовать Я не знаю, варианты, которые вам наиболее интересны Затем мы просто нажимаем на «History», когда все слова, да, и мы увидим здесь, да, какие они есть То есть самопроверка или взаимопроверка может быть легко осуществлена Ну хорошо, если у нас вот есть «Audio», да, здесь будет только звук Нужно записать это слово «Haddy» Ну вот здесь Так же, как... Можем создать что? Карты, карточки Хотим и слова, и картинки А можем взять только слова или только картинки? И, пожалуйста, мы можем это распечатать, мы можем это сохранить Мы можем это отправить по электронной почте и играть в бинго Соотносить слова Картинки со словами Причем эта игра может использоваться многократно, потому что здесь уже, обратите внимание, произошла систематизация лексики Да, то есть у нас уже это не по урочным Вот «Hood green fruit», «Number Scalots», «Animals toys» То есть они систематизированы и все сложены Естественно, курс, как все курсы мы уже видели с вами, Hamilton House, этот курс построен на ситуативной основе, где герои из одной реальной ситуации попадают в другую В «Fan with Fizz» это дети Мэтли Ли и два инопланетянина, Fizz and Buzz В «Lead Sloan» это была семья симпатичных котов, а в «Pink-Pong» тоже дети и маленькие два колокольчика «Pink» и «Pong», от которых произошло название ущербника Да, которых видят только дети, а не видят взрослые Для взрослых это просто мячики И «Fan with Fizz 2» все те же компоненты И сейчас мы с вами посмотрим уже программу для интерактивной доски «Fan with Fizz 2» Возможно, вам будет интересно Надеемся, по крайней мере, на это Давайте попробуем с вами Что появилось? Появился у нас есть и флеш-карты, и словарь, и ревьюс, и постеры, и песенки Появилась новая «Writing» Мы его чуть попозже посмотрим Давайте возьмем, например, «Unit 4» Вот такую тему «Let's cross the road» «Let's cross the road» Слова «Curtain, carpet» «Go straight on», «Turn left», «Turn right», «Cross the road» Смотрим мультфильм «Unit 4, lesson 3» «Let's cross the road» «This is a nice blue object» «Those are nice blue projects» «Thank you» «But I'm on the carpet» «Under the table» Так, «match» соотносим, да? Проверяем Пишем Ребята напишут, а мы проверим все Конечно, пишем в учебниках и в работе в федеральщиках Вводим драматическую тюрьму У нас повелительное наклонение Вот чтобы наши дети не засыпали на уроках, нам их нужно все-таки не только учить, но и слегка развлекать Ну, правильно, да, распределяем «Wight and match the restaurant» «Expressions to learn» «Can you tell us the way to the bookshop?» «Yes, of course» «Да» «Опять игра» «Ну, они очень похожи, да, на те, которые были у нас в фабрике сервером» Ну, давайте посмотрим, да, что здесь, например, в постерах Здесь у нас «Expressions to learn», посмотрите Которые у нас были, да? «Sight so loud» «Функциональные» «I will say the bookshop» «Say cheese» «Cheese» «Writing» «Writing» «Ну, например, active weekend» Это есть все в учебнике, да, у нас есть текст «Active weekend» «Что происходит» «Circle and white» «Мы выбираем правильные предлоги» «Слова вставляем» «И затем пишем, да, про нас, что мы делаем» «Что наши дети делают в выходной» «Так» «В общем-то, все, что мы хотели показать, да, в «Panda City» «Да» «Таким образом, если строить свою линеечку на учебных пособиях Hamilton House» «Устраивается следующая картинка» «Пятилеточки пришли в пять лет» «Let's learn English» «К ним добавились, да, шестилетки, они пришли попозже, так» «Или те, которые уже прошли, let's learn» «Пинг-понг первый», «Затем пинг-понг второй» «Это мы можем этим заниматься до первого класса включительно» «С этими группами» «Если дети пришли уже в первом классе, нам, вы уже говорили, с вами нужен экспресс-курс» «То есть потому что нам уже некуда тянуть», да, «Мы можем использовать Sammy & Kite» «И ко второму классу из пинг-понга второго и Sammy & Kite» «Мы можем перейти на Family Skills 1 и затем на Family Skills 2» «Мы уже с вами говорили, что эти программы очень хорошо перекрываются, да, и, я бы сказала, пересекаются с нашими учебными программами в школе, поэтому даже у родителей не возникают вопросов. Дети примерно в нужное время уже знают какую-то грамматическую структуру, знают лексику, и поэтому их успехи в школе только, скажем так, в будущем. «to be» будет и прошедшее время глагола «to be», и прошедшее время правильное и неправильное глаголы, и структура «to be going to» и «will». И после этого можно смело выбирать или «Amazing English», или «Hot Shots», или «English IQ». Последняя буква. Итак, вы уже знаете, нас можно найти на сайте www.eurolibro.ru, на hamiltonhouse.ru вы сможете не только полистать эти учебники, но и скачать демо-версии. У нас есть интернет-магазин jpbooks.ru, на info.sovaka.eurolibro.ru можно получить ответ на ваши вопросы, нас можно найти в ВКонтакте, в Инстаграме, живьем в Москве и в Санкт-Петербурге. Всегда рады вам чем-то помочь, рады встрече с вами. И сейчас мы вам даем одну минуту. Уже дали, уже Елена первая написала правильное слово. За ней Юлия. Ура! Поздравляем. Поздравляем победителей. Так, у нас уже победители определились. Вот. Ну, теперь уже много. То есть, наша команда благодарит вас за внимание. До новых встреч. До свидания. Да. Скоро будет новый вебинар по... To best commercial practice. Мы должны закончить. Угу. 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 Продолжение следует. Спасибо, пары. За кадром! Продолжение следует...